И вновь всем привет! С вами, как всегда, я Дезертира. Я готов порадовать вас новой серией по масс-эффекту. Ну что ж, поехали посмотрим, что у нас новенького. И давайте начнём с проверки сообщения, вдруг там что-то есть. Ам, Бизер Тень, последнее сообщение, статус каламенды, улучшение архива сообщений. Ничего там нет. Окей, карта галактики, и поехали посмотрим, что там новенького. А стыковаться к фигам от Омеги, нам Омега больше не нужна, ля-ля-ля-ля-ля. Так, у нас есть куча топлива, у нас есть деньги, у нас есть куча зондов, у нас есть ретранслятор Омеги, который нам нихрена не нужный. И нам можно выйти на орбиту этой планеты, которая, по-моему, у нас не... Не... А, нет, исчерпана полностью. Поэтому валим отсюда. Эй, я не это имел в виду. Я не имел в виду свалить полностью с планеты. Мне нужно всего лишь было свалить как-то так. Есть одно но. А, сарабарик мы исследовали полностью. Батала не полностью. Что у нас ещё здесь есть? Какие планеты есть ещё? Здесь можно просто вот как бы, да, вылететь отдельно из системы, полетать, но за это тратится топливо. Поэтому будьте аккуратны, вы можете потратить слишком много топлива. Ну, как бы не то, чтобы оно дорого стоит, но вы можете просто не долететь до того места, которое вам нужно. Это будет не мною большая проблема. Вот. Давайте место крушения Нормандии, собственно, обследуем, я думаю. Так. Но перед этим, естественно, проверим остальные планеты на наличие каких бы то ни было интересных мест ископаемых. И всякой прочей хрени такого типа. Так. Я думаю взять вот эту фигню. Отлично. И... О, ещё что-то там есть. Скудные запасы на планетке, но... Тем не менее, это лучше, чем вообще ничего. О, я думаю, вы со мной согласны. О, да. Тем более, иридия у нас, знаете ли, не так много, поэтому... Нужно пользоваться тем, что есть. Быстренько просканируем. Где-то здесь я что-то видел. Возможно, я ошибаюсь, но нет, я не ошибаюсь. Здесь тоже есть иридий. Здесь ещё есть немножко палладия, но не думаю, что палладий нам... Нужен так же сильно, как иридий, потому что вот иридия у меня реально мало. Нулевого элемента у меня и подавно меньше, и это, кстати, напрягает, если честно, но... Не то, чтобы прям очень сильно. Я думаю, сюда ещё можно опустить, почему бы нет. Скудные запасы следует находить в идеале самые топовые, пиковые моменты, но не всегда получается находить именно их, поэтому как есть. Так, оба-на. Вот где-то здесь... Есть куча платины, немножко иридия и всего подобного. Так, где-то... Где-то, 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 где-то... Эмм, я думаю, вот тут палладий соберём. Камни уже скажут, что исчерпано всё на этой планете, нет? Или они не планируют этим заниматься? Ну, блин. Это нечестно. Если не исчерпано, это значит, что я где-то не нашёл довольно крупное месторождение. Это как-то обидно. Да боже ты мой, серьёзно, хорош. Хорош, ребята, почему... Где я не нашёл это грёбанное месторождение? Чего здесь, простите, так много? Точно не то. Опа-на. Где-то что-то здесь было. Блин, ну вот так вот находить по сканеру довольно геморренно, если честно. Может, стоит это вырезать? А-а-а, серьёзно? Стоп, здесь что-то было. Что-то где-то было. О, да. О, где-то здесь. Надо же! Наконец-то! Ура! И прочитаем про планетку. Корора, огромный каменный, гравитационный, связанный с Амандой через северное полушарие, тянется цепи ократоров, которые могут быть результатом столкновения метеоритным облаком. Низкая плотность Корора указывает на, что в недрах сокрыты лишь лёгкие металлы. Планета удерживает тонкую атмосферу из Криптона и Ксенона. А-а-а, как-то так. Давайте, выход на орбиту. Кора... Фу, кора. Кора Алкеры состоит из углерода и водяного льда. Большой размер при малой плотности позволяет планете удерживать толстую атмосферу из метана и аммиака. Считается, что если бы формирование звёздной системы Алкера обладало бы большей массой, то она стала бы ядром газового гиганта. У Алкера есть три спутника. Улуру, Ванжинья и Байме. Вот. И чем отличаются... Такие штуки, насколько я помню, нам здесь... Нас ведут к тому, что здесь есть важные места. И вот, вот, важное место. Его надо просканировать обязательно. И вот теперь мы можем приземлиться на эту планету именно в этой точке. Данные сканирования подтверждают наличие обломков корабля Нормандия на поверхности планеты. Признаков органической жизни или механической активности не обнаружено. Рядом с местом крушения расположения удобная площадка для посадки. А как удобно вам, не кажется? То есть, мы как бы там разбили свой корабль, и там такая, типа, удобное место для посадки. Нет? Это как-то, по-моему, странно. Здесь много палладия, я вам скажу. Ну, не то, чтобы прям совсем много, но... Вполне себе, так сказать. Так, что если мы сейчас... Ну, давайте, ладно. Чтобы вы долго не ждали, я думаю, что я еще буду много раз прилетать на различные планеты, но впоследствии буду делать это без вашего ведома. Просто буду собирать ресурсы с планеты, потому что это реально долго, и вам на это навряд ли охота смотреть, потому что это ничего не дает в плане извращения. А вот. А вот. Ну что ж, вон наш старый добрый мако, друзья. Я надеюсь, вы рады его видеть. И это наша новая такая штученция, на которой мы просто прилетаем на нашу планету. Куда угодно... Ну, короче, прилетаем. Нормандия СР-1. Воспоминания такие, воспоминания. В общем, чтобы установить памятник, нажмите F. Ну, а перед тем, как установить памятник, я думаю, что мы соберем... Да, жетоны погибшей команды, 20 штук их находятся. Где-то здесь они все, собственно. Поэтому нужно их найти, нужно их найти, собрать и передать членам команды, ну, родственникам, скажем так, команды. Можно найти их, насколько я помню, как раз-таки все, без исключения. Ну, естественно. То есть, надо постараться, правда, будет. Вот, но... Найти мы их найдем. Периодически Шепа будет посвящать... Такой, посещать, простите. Различные видения из прошлого. Ну, типа, вот как было с Нормандией, да. Только что мы к ней подбежали, и там, типа, Шепард увидел что-то интересное. И мы здесь начали очищенный нулевой элемент. Столь нулевого элемента. Это будет не лишним. Я думаю, хрупкий контейнер, который можно, в принципе... Чуть-чуть разбить, получить в нем жетон. То есть, как-то там оказался жетон. Не знаю, почему он оказался именно там, но он оказался там. Вот еще жетон. Итого уже 5 из 20. Я думаю, это неплохо. Мы вспомнили Аленку. К сожалению, он умер до крушения Нормандии. Поэтому... Все печально. Но... Аленка был с нами. Это было хорошо. И мы можем, соответственно, поставить памятник в любом месте. То есть, нам решать, где будет установлен памятник. И памятник всего один, поэтому... И сильно много мы решать не можем, но... Тем не менее. Насколько я помню, где-то вот там, по-моему, тоже... Есть... Жетончик, да, вот он поблескивает. К сожалению, кстати, мы не можем... Ну, пока не подойдем на определенное расстояние. Мы не сможем увидеть жетоны. И вот мы входим на главную палубу, где был Джокер, кстати. Пропустил, провафлял там жетончик. Но я его сейчас нашел, увидел. Поэтому, в принципе, я его не провафлял. Вот. Так, надо собрать жетончик. И это 9 из 20. И опять-таки, да, повторюсь, мы решаем сами, где нам устанавливать... Что-либо... Нормандии, памятник и так далее и тому подобное. Ладно. Жетончик еще один. Чуть не пропустил, но не пропустил. Нулевой элемент. Собрали. 135 нулевого элемента. Очень даже неплохо. Еще один жетон. Мако. Как я давно тебя не видел. Ну, хотя я видел его очень недавно, но ладно. Опять-таки... Корабль. Мостик. Мы помним тебя. Ты немножко изменился. Самая малость. И мы, соответственно, ищем еще жетоны. Их должно быть больше, больше и больше. Кстати, блок с данными. Попреждение данных. Так, восстановленные данные. Короче, поговорить с капитаном об этом. Я всех этих проклятых пришельцев на борту лучшего корабля Альянса не доверяю. Я им проклятую Азари и Кварианку. Что здесь Шепард устраивает зоопарк? С Кварианкой. Похоже, у нее какие-то... Какое-то поломчество пытается что-то притащить на свой корабль. Не понимаю я ее. Я в качестве няньки для моих детей. Но как член экипажа она, думаю, не самая худшая. Так, некоторое время я присматриваю за прошлые записи в журнале. Я как слеп я был все это время. Я вошел на бор, считая человек венец эволюции во всей галактике. Капитан взял представителей всех этих раз в команду. И что? Как бы мы без них справились? Я почту за честь, видимо, отдать жизнь за любого члена экипажа. Неважно, где он был рожден, сколько у него рук и какой у него цвет кожи. Как вы понимаете, это журнал капитана Штурмана Пресли. Поэтому... Хороший чувак был. Жалко, на самом деле, погиб вообще глупой смертью. Ну, как глупой смертью. Но вы поняли, о чем я. По Аленку, ну, не знаю. По Аленку, кстати, мне жалко не было. Я не знаю, у меня всегда умирал Аленка. Как бы я даже не знаю, что было бы, если умер бы кто-то другой, но... А, потерянный Шепард. В общем, шлем Шепардом потерянный. И да, мы, кстати... Вот в чем плюс, мы, наконец-то, можем на небольшие такие, знаете, вот... С небольших уступов прыгать вниз. Раньше это, по-моему, не было такого. Получили еще одни... Еще один жетон. Сейчас надо собрать жетон, который таится в этой хрени. Очищенный нулевой элемент тоже собрать. Здесь 150 элементов. Это неплохо, неплохо. Мне нравится. Давайте зайдем вот сюда. Возьмем наш троповичок. Кдыщ. Ну, там все равно, по-моему, устанавливается все это дело. Почти закончили сбор здесь всего. Осталось 5 жетонов. Это не так много, как кажется. И мы должны собрать их все, по идее. Вот еще один жетончик. Еще вот сюда можно пройтись. Это, по-моему, идет Джокер сюда. Так. И вот, знаете, я, наверное, установлю вот именно вот сюда, собственно, памятник. Потому что я считаю, что Джокер был одним из лучших и является одним из лучших персонажей этой серии. Он самый веселый чувак, которого я видел в Mass Effect. Серьезно, кто-то, кроме него, не мог бы быть лучшим. Джокер реально крут. Еще один нулевой элемент. 115 нулевого элемента. И, по-моему, у меня будет проблема собрать последний значок. Потому что я, вроде как, обследовал все. Но нет, нет, проблем не будет. Вот последний. Вот предпоследний. Отлично. Я думал, я не соберу. Потому что я, когда сам, помнится, ходил, я, по-моему, ящики не разбивал вот эти. И у меня как-то логики не хватило, что в них могут быть жетоны. Потому что, ну, блин, это как-то тупо. Но, видите, как бы, все равно жетоны мы нашли. Поэтому я думаю, что проблем не возникнет. Команде мы скажем как есть. Мы нашли все жетоны. Все классно. Ребят, мы молодцы. Мы выполнили, можно сказать, нашу задачу. И поставить памятник, пожалуйста. Вот и памятник Нормандии. Вот так это выглядит. Собственно, все. Обычно нам здесь делать нечего. Насколько я помню, мы просто можем вернуться на Нормандию в любой момент. Поэтому. Это несложно. Памятник Нормандии установлен. Теперь все круто. Мы почтили память погибших и... Боже, как же ее разворотило. И, боже, как же мы вообще выжили. Ладно. На месте крушения Нормандии на планете Алкера установлен памятник. Семьи членов экипажа теперь точно знают, что произошло с их родными. Шлем Ан-7, потерянный Шепардом, восстановлен. Получено опыта 200. Кредитов 3 750. Нулевого элемента 500 единиц. И закрытый отсчет, как всегда, Цербер от нас что-то скрывает. Но, блин, а то он и Цербер. Ладненько. Мы взлетаем с этой планетки. Нас забирает, как всегда, наша любимая Нормандия. Ну, правда, уже другая. Но мы живы, здоровы. Нормандия вроде тоже цела. Так что... Все хорошо. Поехали дальше. Ну, собственно, как я уже сказал, изучу я эти планеты отдельно. Единственное, что я сделаю, да, это выход на орбиту. И просто... Красивая, бла-бла-бла. Если я сразу просто пробегусь, да, вот, ну, как бы, просто... Чтобы глянуть, есть ли здесь... Есть много, кстати, ресурсов, я так смотрю. Ну, просто один раз запущу. Не будете на меня за это обижаться, правильно? Так, ладно. Что я хочу? Все вот эти планеты я исследую впоследствии. Единственное, что я скажу, это то, что можно здесь делать очень крутую фишку, что... Да. Теперь у нас есть топливо, которое, блин, дохрена тратится. И все время надо залетать на топливный склад, чтобы как-то что-то сделать. Топливо здесь все-таки дорогое. Ну, как ни крути. Вот, можем залететь в ретранслятор. И перелететь в более дальние места. Причем... Здесь, например, расследовать проект Властелин. Здесь завербовать Крогана. Здесь помочь Заиду-тупылителям пламени Розалии. Завербовать главного вора плюс цитадель, как бы, да. Много-много-много-много-много интересных вещей. И... Все это надо исследовать. То есть, в каждой отдельной вот этой галактике там есть... В общем, в каждом скоплении, да, и в каждой системе есть какие-то определенные интересные места, которые можно, собственно, исследовать. Следующее здание, которое мы поедем... Я думаю, что это будет проект Властелин. Собственно, куда нас посылали. Ну, я хотел бы полететь вот сюда. Туман из часа. В принципе, нам, как бы, надо было бы исследовать все, что находится рядом с Омегой. Кроме самой Омеги. Но я думаю, что... Мы в тюрьму полетим. Мне... Я... Я всегда сюда летал, потому что мне нравится этот персонаж, и... Как бы, да. Итак, тюрьма Чистилища, принадлежащая группе наемников Синие Светило, некогда являлась кораблем-ковчегом для содержания скота. Теперь здесь содержат пленников, либо захваченных в бою, либо проданных нечистоплотным политикам под видом работы под... По субконтракту или аутсорсинга. Ходят слухи, что некоторых пленников Синие Светило продают батарианским работорговцам, но немногим удалось присутствовать при такой сделке и выжить, рассказав о ней. Официально на Чистилище находится 4350 живых существ, но независимые журналисты считают, что в некоторые периоды эта цифра бывает втрое больше. Итак, стыкуемся, и я кое-что хочу сейчас там сделать, а именно кое-кого освободить. Потому что мне это надо. Потому что этот персонаж очень веселый, на самом деле он очень угрюмый, но он веселый. Да. Итак, мы высаживаемся на планету, берем с собой, естественно, как всегда, этих двух замечательных людей, потому что у меня нет Крогана, но в этой части я не бегал с Кроганом, я бегал с Мордином, потому что Мордин это тот чувак, который постоянно говорит очень быстро и что-то хочет сказать, но все время забывает чего. И у него не очень в голове много мыслей, и он не успевает сам за собой, но это нормально, потому что он такой чувак, как бы это весело. Ладно. Гарус умеет стрелять из всего, что стреляет, значительно увеличивает урон, наносимый вооружием и умениями, либо долгие часы, проведенные в безвыходных ситуациях, укрепили здоровье Гаруса и затащили его навыки. Я обычно выбираю, я не помню, что я выбираю, ну пусть будет это, в принципе, у меня члены отряда никогда особо сильно не выживали, поэтому не имеет значения. Итак, улучшает технические навыки Мордина, усиливая его щиты, либо познание Мордина в баллистике, физике и медицине позволяет увеличить урон, наносимый вооружием. То есть, либо он будет наносить 25% урона, либо он будет с крутыми щитами. Я обычно беру все на урон, потому что мне нужно как можно быстрее разбираться со всеми моими врагами, и чем больше будет, ребята, наносить урона, тем мне будет лучше. Мы высаживаемся на этот скотовоз и надеемся, что все будет круто. Такая красненькая Нормандия, синее светило уже наблюдают за нами, батареанец с турианцем, и они готовы нас встретить, хотя батареанец ли это, не знаю. Это, собственно, не имеет значения, если честно. Но синее светило, на самом деле, ничем особым приятным никогда не отличались. Вон стоит наша Нормандия, стыковочный шлюз довольно неплохой, кстати. Большой, но неплохой. Ладно, тюремный охранник. С тобой, видимо, надо поговорить. Добро пожаловать в Пургатуре, Шепард. Твоя пакетка будет запрещена, и ты сможешь подчеркнуть его в ближайшее время. Как это будет высокий пассажир, вы должны отчеркнуть свои оружия во время проживания. Я не могу сделать это. Все, стойте. Командер, я Мордон Киром, и это мой корабль. Твои оружия будут возвращаться на дорогу. Вы должны понимать, что это просто стандартный процедур. Это стандартный процедур, чтобы держать мою оружие. Мордон Киром. 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 Мы собираемся в тысячи криминалов. Мы можем положить весь мир в локт-дон на момент's notice. Ничего не происходит здесь. Вы знаете мне о Jack? Серборус не сообщает. Jack является самым грустным виноватом и виноватом. Дорогой, шумный и очень мощный. Он увидит скоро. Как вы закончили вырвать этот корабль? Я был в праве правительства на Палавин, и я не могу видеть криминалы отступать в галакси и продолжать их преступления. Бунти-хунтеры не подправлены. В итоге я на эту идею. Держать криминалы в специи, и галакси будет более безопасный. Вы это делаете потому, что это нужно? Всего дня я вижу, что самое плохое, что жизнь может дать. Городные люди могут быть мягким. Кто-то должен был встать и сделать галакси безопасно. Молодой пациентой такой размер в специи не может быть дар. Мы можем закрыть корнеры, которые государственные не могут. И каждый prisoner берет в сферу из его домов. Эти индивидуаловы и их планеты планируют хорошо держать их здесь. Что случится если его домов не хочет планировать? Мы объяснили, что мы не можем сохранить его без его помощи. Поэтому мы должны быть вставлены его обратно на его домов. В этом месте и время. То есть это эксторсионный ракет. Вы не должны согласиться с моими методами, но не задумывайте моими motives. Эти люди, и я их держу. Давайте продолжим с этим. В этом месте. У них были ошибки? Мы в space. Они не имеют где-то, и они знают это. Но все равно, мы экскурсируем экскурсию. Эти индивидуаловы. Мы имеем множество способов контролировать population. Я буду подтвердить, что финансы от Cerberus очищены. Наши процессы прямо в этой стадии. Просто продолжай прежде интервью и супер-макс-винг. Я познакомлю с тобой позже. Шепард. Знаете, тот момент, когда ты думаешь, что далеко не все идет по плану. И мне почему-то кажется, что в этот раз все будет точно так же. Ну ладно. С оружием мы в любом случае от... Неизбежно. Визуализм основной органической правительности. Вот да. Тем более человека бьют. Есть что-то, я могу сделать для тебя? Нет, не искусств, чтобы уничтожить преступника, который не может бороться. Это массаж, в сравнении с тем, что его преступники прошли. Это деградирует тебя, как его. У нас есть ордеры. Ты не слишком важен, чтобы сделать свои собственные решения? Я предупрежу, что иногда я устал от этого. Это действительно не может быть полезным? Стоп. 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 На least для сейчас. Хорош. Хорош же быть человеком. Дурианцы. Гады. Эй! Эй, ребята, здесь! Если вы покупаете преступников, вы можете купить мне? Я не знаю, куда вы меня берете, или что вы делаете для меня. Это должно быть лучше, чем это. Мы здесь для Джака. Джак? Не забывай, что я просто сказал. Я не хочу идти с тобой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как быстро он ведь изменил своё желание. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. 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 отходить. Всегда люблю нарушать правила. А тюремные блоки. Эх ты ж гад. Но я хотел пройти туда, куда мне нельзя. Обида. Почему мне всегда запрещают ходить куда-нибудь, а? Ну, это неправильно. Это ограничивает мою свободу выбора. Дверь можно открыть. Логично.